Мы, огородники, удивительные люди, потому что глядя вот на такие пустые грядочки, мы ведь совершенно не представляем, что они пустые. Потому что именно осенью мы уже начинаем готовиться к новому следующему сезону. И именно уже в осени мы начинаем заправлять наши грядки всем необходимым питанием. И начинаем заниматься планированием, мы уже представляем, что на этих грядочках будет расти в новом летнем сезоне. А самое главное, уже во всю осенью начинаем выбирать семена. Конечно же, ориентируясь на опыт прошлого лета, на те культуры, которые проявили себя наилучшим образом, показали свою максимальную урожайность. Ну и плюс ко всему, конечно же, выбираем еще что-то из новиночек. И представляете, я вчера заглянула в наш летний видеоархив для того, чтобы освежить в памяти, какие конкретно гибриды росли у нас на грядках. Я пришла в такой восторг, в такое удивление. Неужели действительно все это было так летом, даже еще в сентябре, в начале октября? Я была просто в изумлении. И действительно поняла, что оценить результат и подвести наконец-то итоги сезона 2024 можно вот именно на таком контрасте, когда можно сравнить осень с летом. На сегодняшний день вот так выглядят грядки открытого грунта, а вот так они выглядели летом. На них мы выращивали низкорослые детерминантные томаты. Ух, сколько же урожая, сколько корзин урожая мы собрали в этом сезоне. Таких красивых, ярких и сочных плодов. Какие именно гибриды томатов мы выращивали этим летом и какие больше всего раскрыли свой потенциал, об этом обо всем вы сможете посмотреть в нашем подробном ролике-обзоре, который вышел на нашем канале. Вот на этом месте, в самом центре нашей демонстрационной площадки, на нашей входной зоне, вот на таких высоких грядках геометрической формы, по центру мы высаживали всевозможно разный салат, а по краю этих грядок мы высадили бархатца. И к середине лета, к середине сезона бархатцы разрослись так, что накрыли нас желто-оранжевой своей волной пышного цветения, восхищали всех гостей на нашей площадке, восхищали вас, наших зрителей. И многие писали и говорили нам, что они хотят повторить точно так же в следующем году на своих участках. На дальнем плане вы сейчас видите грядки открытого грунта, которые накрыты чехлами из белого нетканного материала. И здесь мы выращивали сладкий перец. Очень нас порадовал именно в открытом грунте своей урожайностью сладкий перец «Союз», который вы сейчас видите на экране. Универсальное вам назначение конусовидной формы с толстой стеночкой для летнего потребления, для фаршировки, а также перец «Пилот». Он сейчас в корзине в своей максимально биологической спелости. Какие же это невероятно вкусные перцы. А далее рядышком с перцем мы выращивали на таких грядках и баклажаны. Фаворитом этого сезона баклажан мотя с вот такими белыми плодами. Многие, глядя на его плоды, говорили, это что за веганские сосиски, это что огурцы, это что фасоль. Помимо моти мы выращивали и баклажаны, также с миниатюрными плодами под названием юнга, вот такой красивой расцветки, традиционного цвета под названием патрик. Их можно выращивать уже сейчас в домашних условиях, в зимнем огороде на окне. Можно смело сказать, что сезон 2024 это было лето баклажанов, потому что ни одну корзину урожая мы собрали. И белый Виталик, и Андрюша, и хулиган, северный индига, баклажаны с миниатюрными плодами. Ну а это священное место вы, конечно же, все узнали. Это наша пятая теплица на площадке, самая большая, полупрофессиональная, где мы каждый год выращиваем индетерминатные высокорослые томаты. И вы знаете, я сейчас вот здесь нахожусь, и у меня такое странное чувство, как будто все это был летний сон. И вдруг ты проснулся, и не понимаешь, а где все? Вообще, что происходит? И хочется вновь побыстрее заснуть, чтобы оказаться в этом сказочном томатном раю. И в этом году в этой теплице были представлены томаты для разного назначения. Это бифтоматы по вкусу напоминающие фрукты, сокровища инков, желтая империя, амана оранж, с нежным, сладким, ароматным вкусом, с присутствием фруктовых ноток. Это крупноплодные томаты плоскоокруглой формы, плотные, интенсивные розовые окраски, без зеленого пятна у плодоножки. Гордое застолье, королева, эволюция. Вкус у таких плодов отличный, с оптимальным сочетанием кислотности и сахаристости. Каждый сезон в нашей теплице растут томаты с плодами в виде сердечек. Малиновая империя, розовый, оранжевый, мальта. И насыщенного красного цвета томат пролетарочка. Обязательно выращиваем и сортовые томаты. Перед вами желтая нежность. Это одна ее кисть. Просто гроздьями свисают плоды у этого томата. А то он один из самых первых завязал такое большое количество плодов. Конечно же, полосатый шоколад. Весь увешан в этом году плодами. Крупными, мясистыми, сахаристыми. Еще один интересный сортовой томат с такими необычными плодами, мешочками красного цвета под названием кахури. В теплице мы выращиваем томаты и для зимних заготовок. Томат великосветский, а также томат камелот. Отлично подойдут для цельноплодного консервирования и для засолки. В теплице номер 7 мы этим летом выращивали черри. Они выглядели как гигантские плодовые деревья. Сейчас эта теплица полностью уже убрана. Но все же давайте вернемся в это урожайное время. Томаты черри любят все, даже те, кто вообще не любит есть томаты. А уж черри, томаты из нашего ассортимента, они выше всяких похвал. Самыми беспроигрышными вариантами, которые очень длительное время плодоносят и долго висят на кустиках, сохраняя свои товарные качества, это черри вера, черри софа, черри люба, черри кирину, черри краски, черри томат пушка. И так можно перечислять до бесконечности, которые не только покоряют своими визуальными качествами, но и у них высокие вкусовые качества. Сегодня я в куртке цвета зеленой травы, а точнее сидиратов, которые у нас густым ковром подросли вот в этой теплице. Нам осталось только заделать их, слегка перекопать в почву. А ведь летом в этой теплице у нас росли и огурцы, и дыни, и арбузы. И мы получили достойный урожай. Каждый сезон в теплице мы выращиваем портенокорпические ранеспелые гибриды огурцов из нашего ассортимента. И в этой теплице мы выращивали буквально 3-4 грядочки огурцов, которые просто заваливали нас урожаем. И плодоносили с начала сезона до его завершения. Правда, уже в августе мы приспустили растения огурца в кольцо для того, чтобы снимать урожай зеленцев до самой осени. На следующие 3-4 грядочки в этой же теплице мы высадили дыни. Дыни это родственная культура для огурца. Они прекрасно вместе развиваются и уживаются в одной теплице. И вы сами своими глазами сейчас можете увидеть подтверждение этому, потому что мы собрали действительно очень хороший урожай дыни. И даже с Николаем Петровичем записали ролик-обзор, где мы разрезали каждую дыню, пробовали, дегустировали. И те, кто смотрел этот ролик, наверняка почувствовали через свои экраны сногсшибательный аромат. Ну а если вы не видели этот ролик-обзор, то обязательно посмотрите, он также есть на нашем канале. Также в эту же теплицу к огурцам и к дыням мы высадили арбузы. Причем в этом сезоне мы рассаду арбузов не прививали на рассаду лагинарии. То ли все эти три культуры при выращивании в одной теплице дали такой вау-эффект, то ли от погоды, которая царила в Подмосковье все лето. Что в итоге мы получили очень крупные плоды, максимально вызревшие, сладкие, сахаристые, очень вкусные. И на эту тему у нас тоже есть подробный ролик, в котором мы рассказываем, какие гибриды мы выращивали и делимся нюансами агротехники. Ну а сейчас будет просто шок-контент. Потому что это не летние кадры, это кадры начала ноября с нашей площадки в обычной поликарбонатной теплице. По сей день обильно цветут и вовсю набирают большое количество бутонов эустомы. Низкорослые, карликовые, высокорослые, срезочные. Ведь цветут с начала сезона и по сей день. Все благодаря вот такой вот теплой осени в Подмосковье. И нам очень не хочется расставаться со всей этой красотой. Поэтому выборочно мы самые пышно цветущие растения, низкорослые, карликовые эустомы, сейчас аккуратно выкапываем, переваливаем в кашпо. Каждое растение в объем грунта 3 литра. Обрабатываем от вредителей, сейчас уберем их на карантин. И по истечении этого времени заберем в зимний огород. В домашних условиях хотим еще продлить лето и наслаждаться такой красотой. Ну а на самом деле эустомы-то пора уже высевать на рассаду. Для того, чтобы, если вы хотите, получить ее пышное цветение к 8 марта. Ну а на следующий сезон эустомы мы начнем высевать с ноября месяца. Ноябрь, декабрь, январь. Сейчас вы видите летние кадры эустомы, которые на пике своего продолжительного цветения. И согласитесь, что даже при мимолетном взгляде этот цветок не может не оставить равнодушной ни одну женщину. А тем более садовода-цветовода. Ведь мы можем вырастить своими руками вот такую красоту из маленького семечка. Ну и в завершении вишенка на торте. Наша самая большая цветочная зона на площадке на сегодняшний день выглядит вот так. По весне это амфитеатр тюльпанов, летом это амфитеатр петуний. Вот как раз сегодня на дальних клумбах были высажены ящики с луковицами тюльпанов. Ну а летом здесь был просто петуниевый рай. Каких только петуний здесь не было, каких оттенков. Было очень красиво и зрелищно. Ну что, согласитесь, все увиденные летние кадры впечатляют, вдохновляют и мотивируют на подвиги. Самое главное, помните о том, что каждый урожай начинается с семечка. И для садоводов, для огородников, для всех нас нет ничего невозможного. Получилось у нас обязательно, все получится и у вас. Мы всеми способами выращивания своей агротехникой делимся во всех наших роликах, которые выходят во всех соцсетях. Главное, выбирайте качественно проверенные гибриды, которые действительно приведут вас к вау-результатам, которые дадут вам богатый урожай. И желательно такие гибриды выбирать от агрофирмы Партнер. Ну а на нашей площадке практически все работы завершены. Площадка готова к зимовке. Впереди вообще у нас обещают снег. И в дальнейшем температура будет понижаться все ниже и ниже. На площадке порядок. Выглядит она аккуратно, хоть и по-осеннему уныло. Но нам совсем не грустно и скучать на мне, когда потому что еще чуть-чуть и мы начнем собирать новый урожай. Но уже из нашей зимней студии, из нашего зимнего огорода. И у меня в руках вот такой вот напольный вазон с кабачком под названием Мурзи, который уже завязал большое количество плодов и скоро нас порадует урожаем. Многие наверняка сейчас удивятся, как кабачки выращивать дома. Да, под полноспектральной фитолампой мощностью примерно 50 ватт. Особенно кабачок Мурзи, который очень компактный и был создан как светокультура. В зимнем огороде также у нас на томатных растениях завязываются плодики, подрастают арбузики. Мы посеяли очень много сладкого перца, огурчиков, всевозможной зелени, салата, петрушки, укропа, пряных трав. Да и вообще зимний огород для нас истинное удовольствие. Нам нравится получать урожай в зимний период. Поэтому, дорогие друзья, приглашаем вас присоединиться к нашему зимнему проекту. Кто еще только в раздумьях, сажать ли зимний огород или нет, сажать. Вместе мы справимся и вырастим к новому году, к 8 марта. Достойный урожай и порадуем свою семью. Пишите свои вопросы по зимнему огороду в комментариях. Делитесь в комментариях своими впечатлениями от сегодняшнего ролика. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Скоро увидимся.